Сегодня мы читаем из книги Деяния апостолов небольшую часть этой истории, которая расскажет нам о самых первых миссионерах, которые были посланы от церкви на миссию. Деяния апостолов, 13 глава, 1 стих. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. И вот они перечисляются, этих пять братьев. Варнава, которого мы знаем, как человек, который помог апостолу Павлу быть принятым в церковь, который вовлек Павла в служение это в Антиохийской церкви. Помните, именно Варнава послала церковь Иерусалима разведать, что там такое в Антиохии, в этом крупном городе, когда впервые начали братья проповедовать язычникам. И те очень хорошо приняли Евангелие, и это их изменило. И вот Варнава, пришедший туда, взял также на помощь себе и Савла, которого позвал из другого города, и они вместе там год уже как проводили служение, и церковь укреплялась и росла. Это особенная церковь. Первая церковь, собственно, которая была образована из язычников, или в основном из язычников. Вот Варнава, также Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин. Я читаю у них вместе. Похоже, что они пришли туда еще до Варнава. Именно эти братья, Симеон и Луций, были теми, кто принес, убегая из Иерусалима, кто принес в этот город, в этот уже не израильский город, в этот сирийский город, в языческий город, кто принес Евангелие. Почему я так думаю? Потому что, когда повествуется, что в Антиохию пришли братья и начали проповедовать, то говорится о том, что там были некоторые из Кириней, вот Луций Кириньянин. Кирин, Луций откуда он? Из Кирина или Кириньянин. Это город был в Африке. И видно, что они были евреи, просто родом из Африки. Ну, евреи тогда были рассеяны, как и сейчас, собственно, по всему миру, когда были пленения, когда изгоняли их. И вот, хотя Луций был из этого города Кирина, из Африки, но видно, что он оказался в Иерусалиме и там был частью первой церкви. И похоже, что вот этот Симеон, называемый Нигр. Нигр – это черный. Может быть, это тоже он был родом из Африки, хотя вот евреи, но имеющие черный цвет кожи. Есть такие евреи. Думают, некоторые думают, что этот Симеон Нигер – это тот Симеон, о котором известно, как Симон Кириньянин. Помните, такого человека, когда Иисуса Христа вели на казнь, и он нес на себе эту прикладину креста, и он падал, потому что был очень сильно изувечен бичеванием. Тогда какой-то римский солдат повелел, как кажется, случайному прохожему вместо Христа нести эту прикладину на крест, этот столб. И сказано, что этот человек, который нес, это был Симон Кириньянин. Может быть, что это, есть этот Симон, который здесь упоминается, может быть, очень похожий. Многие думают, что это именно он. тогда кажется то, что он, когда его избрали случайно нести этот крест, это было не случайно. Возможно, он даже ворчал, почему меня, почему я, но таким образом он оказался на Голгофе, неся крест, он оказался на Голгофе. И может быть, тогда он задумался. И может быть, благодаря тому, что он упал на Голгофе, на Голгофу, он очень скоро уверовал в этого распятого мессию. Итак, Варнава, которого мы знаем, похожий Симона, мы тоже знаем. И вот Симон и Луций, скорее всего, это они понесли это Евангелие в Антиохию. Также вспоминается Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластник. Ирод – четвертовластник, а Манаил вместе с ним воспитывался. Ирод – четвертовластник, это сын так званого Ирода Великого, который хотел убить младенца Христа. А у его внуки была прошлая глава, а это его сын. Упоминается здесь, как тот, кто был, как бы, рос вместе с Манаилом. Об этом Ироде, четвертовластнике, упоминается Ирод, который правил Галилей. Упоминается тот Ирод, который совершил суд над Христом, когда Пилат его отсылал. Этот Ирод, который казнил Иоанна, предтечь, Иоанна Кресителя. О нем просто вкратце упоминается, что вместе с ним, наверное, вот тоже знатного рода был человек Манаил. Он род вместе с ними, их вместе воспитывал, возможно, у них был один учитель, но вот такая вот разная жизнь. один оказался человеком, который попал в Евангелие как очень негативный персонаж, который приложил свою руку к тому, что был казнен Иоанн и осужден Христос, а второй, наверное, он уже был в возрасте, престарел этот Манаил, уверовал и стал проповедником Христа. Ну и пятый в этой компании Савл. Савл, который также раньше повествовалось, был очень ревностным и набожным, и высокообразованным раввином или фарисеем, но оказался человеком, который гнал церковь, на которую Христос остановил, и он встал на сторону Христа. И вот он здесь, в этой церкви уже не около года собираются, учат церковь, наставляют церковь, но здесь они собрались не церковь наставлять, а вот собрались собрать, чтобы Богу поклоняться. Иногда у нас тоже собираются проповедники, их иногда бывает вечерние встречи. Так вот это вот собрались братья-проповедники, братья-служители, братья, которые церковь назидали, но собрались церковь не назидать. В classroom, потом, если посмотреть на них, это такая очень разношерстная публика, это была одна команда, тут где-то с Африки, тут какой-то черный, тут вообще с какого-то дворянского или знатного рода, тут какой-то раввин, фарисей, Варнамов был родом из Кипра, совершенно разные люди, скорее всего, они остались чужими и далекими, если бы не Христос. Христос сделал их родными, сделал их соработниками, помните, именно в этой церкви, в которой они учили, впервые христиане получили название христиан, это именно в этой церкви, и вот они как одна семья, как божьи слуги собрались вместе, и вот что они делали, стих 2, когда они служили Господу и постились, вот что они делали, вот они собрались Господу служить, и были в посте, я не знаю точно, что под этим подразумевается, но видно, что они собрались ради Господа, еще раз, не ради церкви, не ради того, чтобы кого-то учить или наставлять, вот ради Господа, вот они молились, возможно, они пели псалмы, возможно, не размышляли о Божьей воле, вот они просто хотели быть как бы в Божьем присутствии, искали Божьего лица, решили как бы уединиться, чтобы быть в совместном времени пред Богом, скажу, что смотря по себе на мою жизнь, как-то больше думаю, что служить Господу, это когда служим друг другу, больше думаю, даже проповедь кого-то, для братьев скажу или для сестер, даже когда мы поем, думаю, это, ну, спеть псалом, чтобы церковь назидалась, понимаем, что Бог так же желает, что мы просто делали что-то ради Него одного, молились, думая о Нем, чтобы Он нас слышит, как бы не просто, не только для кого-то, или что-то нас слышал, поклоняться Ему, то они еще раз, были в посте, отказались, может быть, даже от каких-то земных вещей, чтобы просто быть в этом близости к Богу, возможно, они так же, еще раз, пытались в этой близости от Бога получить от Него указания, какие, наверное, у них были, возможно, в дальнейших служении и планах, и это произошло, вот, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, им проговорил, вот это слово Духа Святого, «отделите мне Варнаву и Саввала на дело, которому я призвал их». Они получают от Бога указание, еще раз, возможно, они думали, что такое указание должно быть, или может быть, на дело, которое я призвал их. Помните, когда Христос останавливает Павла, является Павлом? И Павел призывает, Господи, что повлишь мне делать? И дальше Иисус разъясняет ему, что он будет делать? Он говорит ему, что «ты мой избранный сосуд». Для чего? Чтобы проповедовать и царям, и народу. То есть, Павел уже знал, это прошли годы, прошли годы, может, лет десять прошло к этому моменту. Павел знал, для чего Господь его избрал, что он должен быть проповедником по всем народам, по многим городам. А он уже более года, может быть, или год, находится только в Антиохе. И, скорее всего, лично Павел для себя знал, что ему нужно идти дальше. Но он понимал, что служение – это не сам себе, просто вот мне Бог открыл, а все равно, что думает церковь. Я знаю, мне Христос явился, поддержит меня церковь, не поддержит, я собираю чемоданы, иду на миссию. Он понимал, что так вопросы не решаются. Если мне Бог открыл, то, наверное, Бог откроет братья. И вот Бог открывает братьями церкви. Вот Савва, еще и Варнаму отдайте. И отдайте их мне на то дело, которое я их и признавал, на ту миссию, которую я их зову. Вот как Бог по-божьему решает и управляет церковь. Мы увидим здесь в этих нескольких стихах и дальше, что церковь управляется не людьми. Ну, есть люди, есть братья, но церковь благословенна, когда управляется Богом, Духом Святым. И когда братья ищут не свое решение. И они собрались искать не свое решение. Знаете, просто давайте соберем комитет, кто как проголосует и так будет. Ну, иногда это выражение нашего понимания, но было бы благословенно, когда это понимание пришло от Бога, не просто от нас. И я думаю, если бы они решали сами по себе, ну, не беря вопрос волю Божью. Я не думаю, что они пришли к такому решению. Похоже, что Варнава и Савл были самые такие одаренные, способные проповедники и учителя в этой церкви. Ну, они подумали, ну, церковь такая у нас умножилась, большой город. Ну, пошлем кого-нибудь другого, да. Кто там нам лишний или мешает, или, может быть, ну, не такой ценный. Пошлем других на миссию. Но Бог выбирает по-другому. Говорит, а дайте мне самых лучших. Это Его решение. И это, в общем, Божий подход. Божий подход в благословенном понимании, когда, с одной стороны, тот, кого Бог зовет, ему лично Бог открыл, как Савл открыл лично, что ему нужно пойти на миссию. Но это не все. Бог открывает церковь или братьям, которые принимают решение в церкви. И еще раз, благословенно, когда братья думают не просто, как им хочется, а ищут волю Божьей. И вот здесь это соединилось и сошлось, и призналось. Потому что вот что произошло дальше, стих 3. Тогда они совершили пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Ну, отпустили от того, от тех обязанностей, которые они имели здесь, в Антиохе, в этой церкви. Они отпустили их на миссию. Впервые церковь, осознанно, ища воли Божьей, посылает миссионеров. До этого в Иерусалиме церковь собиралась, и никто никуда не хотел уходить. Просто возникли гонения и не разбежались. А теперь церковь обдумывает, ищет волю Божью. И Бог говорит, да, планируй миссию. Вот кто мне нужен. Отпустите их. Си 4. Сии быв посланы Духом Святым. Пришли в селевки и оттуда отплыли в Кипр. Снова подчеркивается, кто их послал? Дух Святой. Хотя церковь возложила руки, имела такое особенное молитвенное собрание, были в посте. Даже то, что они руки возложили, показывало, что мы едины. С нашим благословением, с нашей поддержкой мы едины. Но их послал Дух Святой. И вот они отправляют из Антиохии, идут к городу, который находится в Приморье, в селевкию. Оттуда на Кипр. Первая миссия – Кипр. Ну, Варнау был из Кипра. Вот они понимают, что нужно пойти туда. Стих 5. И быв в Соломине, это первый город на Кипре, который они посетили, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, и имели же при себе Иоанна для служения. И дальше было видно, что их стратегия была такая. Они приходили в город, сначала посещали синагогу, а там была уже подготовленная Богом аудитория. То есть люди, которые изучали закон, которые ждали Мессию и Христа. Кроме евреев там собирались язычники, принявшие иудаизм. И вот во всех городах вот эти евреи, которые были расстелены, это была готова, собранная первая аудитория Де проповеди Иоаннглия. Шестого стиха. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепорока иудьянина именем Вария Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призмав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. Вот они дошли, возможно, с самого крупного города и повстречались с проконсулом, как бы правителем этого города, ставленником Рима, который оказался под влиянием некого еврея, но который оказался не настоящим пророком, а лжепороком. Но сам этот факт, что этот губернатор этого острова, по-видимому, римлянин, оказался в поиске, в поиске каких-то духовных вещей, потому что он язычник, и язычники поклонялись идолам, но, по-видимому, его сердце искало чего-то большего, оно не было удовлетворено тем, что он имел. Он имел власть, он имел деньги, он имел положение, но его сердце искало чего-то большего. И вот в поиске чего-то большего, сатана посунула ему фальшивку. Бывает, когда человек ищет Бога, сатана это не хочет, чтобы он искал Бога, и подсовывает ему подделку. И этот еврей, которого имя Вар Иисус, Вар – это по-еврейски сын. Вар – сын кого он имя, сын Иисус, какое имя он себе выбрал. И этот еврей как-то учил ему чего-то, но это было подделкой, это было не истинно. Но когда пришли эти миссионеры, первые миссионеры, то говорится, что Сергий Павел оказался человеком разумным. Почему разумным? Потому что он призвал этих миссионеров и пожелал услышать Слово Божье. Хотя он был в поиске, и видно то, что ему предлагал этот Вар Иисус, его не удовлетворяло, он хотел чего-то истинного, и поэтому он сам позвал этих миссионеров, чтобы они ему считали Слово Божье, говорили Слово Божье. Сегодня мы в собрании, это тоже признак разумности. Пришли послушать Слово Божье, вы в поиске. И с 8 стиха, Аелима Волх, ибо то значит его имя, то есть он никак не в сене Иисуса, противился им, стараясь отвратить проконсла от веры, ну, видно, он неплохо устроился там при этом губернаторе, и когда пришли люди, несущие истину, ему это не понравилось, стих 9. Но сам он же и Павел, исполнившись Духа Святого, снова видим, кто ими руководит, он исполнился Духом Святого и устремил на него взор, сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, то есть ты не сын Иисуса, ты сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господня? Заметьте, это он говорит по вдохновению Духа Святого, такие вот резкие, но правдивые слова. 11 стих, и ныне вот рука Господи на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, то есть временная слепота тебе посылается, и вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого, когда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь ученью Господню. Вот по вдохновению Духа Святого Павлу было дано послать эту временную слепоту на человека, который мешал, мешал проповедовать. И очень скоро проконсул уверовал, но он уверовал, здесь сказано не потому, что увидел чудо, а уверовал, девясь ученью Господню. Он из-за этим фактом увидел силу слов, которые принесли ему эти братья. Он уверовал в Иисуса Христа. Итак, еще раз в этой короткой истории, здесь трижды упоминается проявленное руководством Святого Духа. Святой Дух проговорил учителям Антихийской Церкви, «О, отпустите мне Варнаву и Саула». Святой Дух послал Варнаву и Саула, и они отплыли на Кипр, и Святой Дух через Саула говорит такие слова, резкие слова, и делает такое вот действие, которое убирает это препятствие от этого лжепророка. И вот результат, наверное, впервые человек при такой должности становится на коленях перед Христом, признавая Его Господом и Спасителем. И пусть Бог нас благословит быть в своей жизни людьми, которыми Святой Дух управляет, наполняет и руководит. Пусть Бог благословит нас быть Церковью, которая ищет воли Божьей, принимает Его решения, и по Божьей воле выполняет Его миссию. И пусть это будет для спасения еще многим, которым Бог желает нас послать. Для Его славы. Аминь.